Это 54-й год. Ну, вот такая преистория. Кто такой Джулиус Роберт Оппенгеймер? Я думаю, что вы знаете. Это отец американской атомной бомбы. Действительно, очень крупный физик. Физик-теоретик. Вот так бытует такое представление, что он в первую очередь выдающийся администратор. А вот на самом деле, собственно, теоретически, основа бомбы — это фермы и Курчатов, и, конечно, другие. Ну да. Но я не берусь судить, насколько в случае Курчатова это справедливо. Но в случае Оппенгеймера, наоборот, то, что он оказался именно в Менхэттенском проекте, достаточно талантливым организатором, это была абсолютно интуитивная догадка вот одного человека, который, собственно, Оппенгеймера, вопреки очень многим обстоятельствам, притащил в Менхэттенский проект. Это был генерал Лесли Гроувс. Человек, который был действительно вот административным директором и таким вот своеобразным куратором этого проекта. Вот он, Оппенгеймера, почуял в нём тот, этот потенциал, вопреки сразу нескольким обстоятельствам. Ну, во-первых, было известно, что у Оппенгеймера весьма сложный характер. Ну, я себе представляю, что, наверное, вообще у талантливых людей он не бывает простым. Ну вот, у Оппенгеймера он такой очень взрывной, очень, так сказать, он такой холерик, видимо, был до крайности доведённый. То есть периоды депрессии сменялись периодами какой-то совершенно лихорадочной активности. Затем у Оппенгеймера, это было уже тогда известно, были достаточно, ну, так сказать, больше сомнений в его лояльности. Потому что действительно, на протяжении по меньшей мере пяти лет в его окружении было множество людей левых и крайне левых убеждения. В сорок первом году это ещё не имело такого значения, какое это приобретает после войны. Но, тем не менее, уже, конечно, к коммунистам относились весьма с большим подозрением. А у Оппенгеймера, как мы увидим, там сразу несколько линий было выводило на это. Ну, и, наконец-то, третье. И, видимо, главное в данном случае заключалось в том, что он никогда ничем не руководил. То есть он даже кафедры не заведовал университетской. Считался таким индивидуалистом, таким вот теоретиком, который, ну, экспериментами занимался там только по необходимости. Ну, вот именно основные его заслуги именно в области теоретической физики с карандашом в руках. И вот, Лесли Гробс, тем не менее, почувствовал. Они несколько часов разговаривали с Оппенгеймером, и затем многие инстанции будут возражаться против этой кандидатуры и научной, и особенно административной, контрразведкой и так далее. Но, тем не менее, Гробс продавил эту кандидатуру. И последующее развитие события показало, что это было попадание в яблочко. Потому что вот есть. Я очень рекомендую посмотреть интересующимся и замечательный, совершенно BBC-шный документальный фильм об Оппенгеймере BBC History. И там несколько участников этого проекта, ну, уже совсем, естественно, пожилых, Вот, они вспоминают. Они знали Оппенгеймера до Манхэттенского проекта. Они вспоминают, как он изменился. Если до войны и после войны это был человек со сложным характером, с которым было очень непросто, вот тут и на эти несколько лет, на три по сути года, он оказался просто душой этого проекта. Он подбадривал, он поддерживал, он организовывал. Собственно, он нашёл это место в Лос-Аламос. Ну, у него там в Нью-Мексико было... Ой, у него и у брата было ранчо, которое им в своё время отец подарил. А Оппенгеймер его безумно любил. И вот отсюда выбор этого самого места, где будет построен, по сути, небольшой городок. Там несколько тысяч человек в конечном итоге будет находиться. И когда Оппенгеймера вот на эту работу проверяли, уже тогда были определённые подозрения, причём они дальше будут сопровождать его всю жизнь. В чём они заключались? Ну, во-первых, на протяжении нескольких лет у него был очень бурный роман с некой Джин Детлок. Я хочу процитировать самого Оппенгеймера и его показания 54-го года. Джин Детлок уже 10 лет как нет в живых. Она покончила с собой. Вот что он сказал об этих отношениях. Весной 36-го года друзья познакомили меня с Джин Детлок. Дочерью известного университетского профессора литературы. Осенью я начал за ней ухаживать. У нас возникли близкие отношения. По меньшей мере, дважды мы были настолько близки к Женитве, что полагали себе помолвленными. Между 39-м и её смертью в 44-м я видел её очень редко. Она говорила мне о своём членстве в коммунистических организациях. Оно постоянно то активизировалось, то приостанавливалось, но, похоже, не давало ей того, к чему она стремилась. Не думаю, что её всерьёз увлекала политика. Она любила эту страну, её народ и эту жизнь. Она дружила, как выяснилось, со многими коммунистами и попутчиками. Оппингеймер неоднократно использовал вот этот термин fellow travelers, попутчики, с которыми я позже познакомился. Мне бы не хотелось, чтобы сложилось впечатление, что исключительно из-за Джин Тетлок у меня были друзья среди левых, и что только из-за неё я поддерживал вещи, которые иначе были бы от меня очень далеки, такие как республиканцы в Испании или организации рабочих мигрантов. Я уже упоминал участие в ряде других направлений деятельности. Мне нравилось новое чувство товарищества, и тогда у меня было чувство, что я становлюсь частью моего времени и моей страны. Конец цитаты. Ну вот, как бы он ни говорил, что тут дело не только и не столько в Джин Тетлок, но на самом деле вот по хронологии получается, что она его, конечно, пробудила в нём интерес к политике вообще. Но с другой стороны, это просто... Это ещё ко всему отвечало его каким-то собственным представлениям о жизни. Вы знаете? Вот дело в том, что это был довольно резкий поворот. Он настолько раньше не интересовался политикой и окружающей общественной жизнью, что по собственным признаниям он даже вот этот крах фондовой биржи в 29-м году узнал о нём через несколько лет. Вот. Великая депрессия его, конечно, к этому подвела, потому что он говорил о том, что вот именно через своих студентов он преподавал в университете Беркли в Калифорнии, что именно через студентов, которые не могут себе найти работу после окончания университета, которые испытывают серьёзные материальные трудности и так далее, вот он начал только тогда понимать, что что-то вообще не так. И тут вот Джин Тетлок. И девушка с явно совершенно неустойчивой психикой. Об этом, собственно, говорят вся её короткая жизнь. Но, как впоследствии выяснится, Оппенгеймеру нравились такие женщины, потому что его жена будет очень похожим человеком. Женщины, которые были непредсказуемы. Вот. Такие недомашние хозяйки, да? Дескать, стабильные, надёжные. А ему нужен был какой-то нерв. Ему нужны были женщины, которые в нём видели там периодически жилетку, одушину какую-то. Он ей серьёзно увлекается, как он всё это описал. И вот тогда именно, на этот период времени, приходится большинство его участия в различного рода левых организациях. Участия, в которых в основном сводились к тому, что он давал деньги, иногда достаточно значительные деньги, на различные проекты. Некоторые из них были вообще неполитическими, а мы сейчас их называли социальными бы. Ну, например, когда он получил наследство, он из достаточно состоятельной семьи, его мать и отец оставили им с братом весьма приличные деньги, и он их там передаёт на стипендии студентам нуждающимся. То есть, в общем, не коммунистическая деятельность. Что касается республиканцев испанских, то их поддерживали люди тоже самых разных убеждений. Совершенно не обязательно там коммунистических или троцкистских. Но в любом случае, действительно, вокруг него всё время были люди, которые были явными или не вполне явными, вот как он сам говорит, попутчиками. Fellow travelers. Состояли в американской компартии. Американская компартия в то время это достаточно мощная организация, конечно, в значительной степени руководимая и направляемая из СССР. Сам Оппенгеймер потом на слушаниях говорил, что я себе не представлял такой... Подождите, простите. Сам Оппенгеймер потом на слушаниях говорил, что я себе не представлял тогда в какой степени. Но так или иначе, вокруг него действительно эти люди всё время есть. Жена его, он будет у неё четвёртым мужем. Кэтрин Херрисон, тоже очень экстравагантная дама, тоже в своё время отдала дан увлечения, состояла в компартии. Его родной брат был членом компартии, Фрэнк. Его жена была членом компартии. И его близкий друг Хакон Шевалье, с которым связан очень такой важный для Оппенгеймера и всего этого дела эпизод, тоже состоял в компартии. И вот, собственно говоря, когда уже Оппенгеймер знает, что ему предлагают роль научного руководителя Менхэттинского проекта, у него состоялся разговор с этим Хаконом Шевалье, который был преподавателем французского языка в Беркли. А, кстати говоря, Оппенгеймер очень любил французскую поэзию. И в последние дни, перед первыми испытаниями Валама, гордо он будет читать под Лера. Вот. И, ну, не случайно, конечно. И здесь вот нам подсказывают, что Оппенгеймер любил индуизм. Да, действительно. Вот, книжка Юнга совершенно справедливо упомянута. Действительно, он потом будет описывать словами из Пхагавадгиты свои ощущения от первого взрыва. Ну, он вообще был разносторонним человеком. Это вот не такой абсолютный, так сказать, лабораторный червь, который, кроме своей физики, ничего вокруг не видит. Хотя, периодически, да, он, конечно, науку уходил с головой. И, в общем, он встречается с этим вот своим чуть ли не единственным близким другом Шевале. И тот начинает какой-то такой разговор, что вот, дескать, есть люди. Вот, называет фамилию инженера Джорджа Элтентона, который считает, что неплохо бы информацию о ядерной программе, вот есть такой советский вице-консул, вот неплохо бы его информировать. Они наши союзники там и так далее. Идея, кстати, надо сказать, очень популярная в научных кругах. Но не должно быть среди союзников вытаивания, что нужно делиться, что так мы быстрее, так сказать, сделаем бомбу. Надо напомнить, что в 42-м году совершенно не было никакой информации о том, что немцы идут неправильным путем. И поэтому все время было ощущение, что, не дай бог, сейчас у Гитлера появится бомба. Да, и что они как минимум дышат в затылок. А на самом деле в 42-м году, когда начинался Менхеттинский проект, всерьез уже начинался, было ощущение, что отстают американцы. Что у русских делается, тоже не было известно. И не было оснований быть уверенным в том, что русские все рассказывают, что у них творится. Ну, у нас достаточно еще много информации о его предистории и о том, что произошло в течение Менхеттинского проекта и то, что произошло в течение слушания в 54-м году, но, к сожалению, я вижу, что у нас теперь не хватает времени, что время даже истекло пять минут назад, и что просто у меня нет никакой возможности продолжаться до конца. Я очень извиняюсь, потому что я считаю, что это очень интересная история, но я могу вам рекомендовать послушать подкаст «Не так» от радиостанции «Эхо Москвы» 3 января этого года. Спасибо большое за ваше внимание. Кидай!